Субтитры подогнал «Симон» Добрый день! Мы работаем в немецком национальном районе. Это открытые новости. Студия Анна Москаленко и в начале выпуска коротко о главном. Ввести тестирование для права управления электросамокатом предложили в Госдуме. Так владельцам двухколесного транспорта будет необходимо пройти в ГИБДД соответствующую проверку. Необычные конструкции из металла создает житель села Дегтярка немецкого национального района. В гостях у мастера побывали корреспонденты Катунь-24. Футболисты спортшколы Алексея Смертина сыграли в ничью в матче юношеской футбольной лиги. За ходом спортивных баталий наблюдала наша съемочная группа. Ввести тестирование для права управления электросамокатом предложили в Госдуме. Так водителям двухколесного транспорта нужно будет проходить соответствующую проверку в ГИБДД. Тему на обсуждение вынес замглавы комитета по спорту Сергей Бурлаков. По его словам, каждый водитель самоката должен с легкостью отвечать на вопросы о правилах дорожного движения, а также знать свои обязанности. После сдачи экзамена владельцу транспортного средства вручат документ, подтверждающий право на вождение. Предложение окончательно обсудят на заседании Совета по правам человека 27 июня. Около 5000 посланий отправили солдатам, участвующим в спецоперации на Украине, алтайские школьники. В посылках рисунки, письма и георгиевские ленты. Патриотическую акцию проводит общественное движение Юнармия. Дети создают работы своими руками и организуют тематические мероприятия. В свою очередь, в социальных сетях стали публиковать видеоответы солдат-школьникам. 116 лифтов заменят в этом году в Алтайском крае. На это потратят почти 270 миллионов рублей. Также региональный оператор проведет капитальный ремонт в 238 домах. Специалисты восстановят фундаменты и подвальные помещения, модернизируют лифтовые шахты, машинные и блочные помещения. При замене лифтового оборудования используют отечественные комплектующие. Как сообщает региональный Минстрой, конкурсные процедуры по определению подрядных организаций уже завершились. Многодетные семьи региона смогут путешествовать по стране со скидкой 15%. Билет на поезд можно купить до конца года. Скидка предусмотрена для многодетных семей с тремя и более детьми, где младшему ребенку нет 18. Также льготы распространяются и для отдельных членов семьи. Чтобы воспользоваться акцией, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности и получить статус «Большая семья». Добавлю, для детей до 5 лет проезд в поезде бесплатный. От 5 до 10 лет по детскому тарифу. Это 35% от стоимости взрослого билета. Многофункциональная спортивная площадка появилась в селе Гришковка немецкого национального района. Ее построили и оборудовали по региональной программе формирования современной городской среды. На это из краевого бюджета выделили больше 2,5 миллионов рублей. Подрядчик сформировал возвышенность, чтобы уберечь объект от талых вод, уложил резиновое покрытие и установил ограждение. Площадка оснащена баскетбольными кольцами, воротами для мини-футбола и волейбольной сеткой. Это пространство станет дополнительной тренировочной базой для спортсменов из детских и взрослых спортивных секций села. Душного зала, потому что весна и осень, это наш зал очень светлый и там довольно тепло. То есть весна-осень, это лучше выйти всегда на улицу, а здесь еще как бы все устройство есть для того, чтобы баскетболом заниматься, футболом, волейболом. Вот улица есть улица, свежий воздух и дети гораздо охотнее сюда идут. После того, как все работы завершат, у жителей села будет свободный доступ к площадке. Местные спортсмены сейчас хотят своими силами забетонировать зазоры между покрытием и ограждением и поставить скамейки запасных. Администрация Гришковки планирует установить у площадки дополнительное освещение. Необычные конструкции из металла создает житель села Дегтярка Немецкого национального района. Наша съемочная группа побывала в гостях у мужчины. О работе народного умельца расскажут мои коллеги. Вот делал зимой, заняться было нечем. Сделали такой аппарат, снаряд. Макет противотанковой пушки образца 1937 года создал житель села Дегтярка Вячеслав Ершов. Он кузнец-самоучка. Раньше был машинистом мехтока и трактористом. Сейчас подрабатывает сторожем в местной школе. Однако, где бы ни работал, всегда занимался кузнечным мастерством. Говорили, у меня дед когда-то, прадед, кузнецом был. Ну, я его не знал вообще, но так говорю, может, что в генах передать, не знаю. Ну, люблю просто красивые вещи купить, дорого, поэтому сам делаю. Специального образования у Вячеслава нет. Ковать металл учился самостоятельно больше 10 лет назад. Мужчина делает мангалы, табуреты, столы, урны, ворота и многое другое. В каждую конструкцию вкладывает душу. На своем хобби народный умелец зарабатывает деньги. Но материальная составляющая для него не главная. В первую очередь важно создавать уют в собственном доме. К слову, усадьба Вячеслава Ершова три раза становилась лучшей по итогам сельского конкурса. В администрации там выбирали делегацию, вот они ездили и там по селу, ну, по селу смотрели. Ну, у кого дом там лучший, вот они жюри уже выбирали, присуждали и давали. Все, что есть на территории дома Ершовых, создано своими руками. Было время, Вячеслав занимался резьбой по дереву, но затем перешел на кузнечное дело. Сейчас в планах у мастера сделать макет вертолета. Елена Самарина, Сергей Седых, Новости. Сегодня коллектив нашего телеканала завершит работу в немецком национальном районе. Выпуски новостей выходят из Гальпштадта. Мы решили выяснить у жителей района, чем они гордятся в своих селах. Я горжусь, что у нас в районе самые чистые улицы, самые цветущие улицы, красивые дома. И я считаю, вот я жил в разных регионах, везде успел пожить. Мне нравится, у нас население, очень доброе и отзывчивое население. Улицы красиво идут. Если улица идет, да, она во всю длину, деревья посажены. Нам нравится, как само сделано сего. Чисто, порядок, нет шумихи, драк каких-то. Люди хорошие. Дружелюбие, чистота, ну и порядок. Парки, вот это вот сейчас делают все хорошо. Для детей все устраивает. Чуденько начинается лето. Своим селом, природой и всем все, что есть. Работа есть, и это хорошо, потому что в многих местах этого нет. День кинолога сегодня празднуют четвероногие сотрудники силовых структур. 113 лет назад еще в Российской империи создали первый питомник полицейских собак. С тех пор в задачи животных входят как охрана общественного порядка, так и обнаружение подозрительных предметов. За последние полгода служебные собаки кинологической группы Росгвардии по Алтайскому краю участвовали более чем в 250 вызовах. Основное направление их работы – минно-розыскная служба. Все четырехлапые сотрудники подразделений проходят строгий отбор. Кинологи перед тем, как обрести напарника в виде собаки, также должны пройти обучение. А так в основном в армию поступили, любят с собакой заниматься, и мы потом отсылаем на обучение в районе четырех месяцев. Обучается сам кинолог с служебной собакой, с какому-либо мастерству, то есть минно-розыскная собака или будет патрульно-розыскная собака. Их питомцами регулярно проводятся теоретические и практические занятия. Несмотря на появление новых технологий, служебное применение собак остается одним из самых эффективных методов. Футболисты спортшколы имени Алексея Смертина сыграли в ничью в матче в юношеской футбольной лиге. На своем поле Алтай принимал красноярский Енисей. Как развивались события матча и кто поддержал барнаульских ребят, расскажет Артем Тарасов. Встреча с Енисеем для воспитанников школы Алексея Смертина стала четвертой в юношеской футбольной лиге. Игроки Алтая 2007 года рождения за три прошедших игры заработали лишь один балл в свой актив во время домашнего противостояния с Новокузнецком. На выездах были только поражения. Еще один матч на своем поле требовал серьезной поддержки земляков. Обращение барнаульцам записал голкипер казанского рубина Юрий Дюпин. Поэтому хочу вам пожелать, чтобы у вас было больше побед, чтобы не сдавались, как бы не развивалась игра. Играли до конца. Это спорт. В нем может победить любой. Поэтому вам только удачи. Больше красивых голов, больше побед. Давайте буду болеть за вас. Прямо на трибунах болел за барнаульцев и воспитанник школы Смертина Роман Калмаков, который уже несколько лет играет за московский локомотив 2004 года рождения. Он отмечает главное качество Алтая. Играют до конца. Они борются, они стараются. Иногда что-то не получается, может быть, в технике. Но главное это то, что они борются до конца и стараются всеми силами победить. Начало встречи команды провели в упорной борьбе. Несколько раз они обменивались острыми уколами по обороне соперников. Но первым свои старания оправдал Алтай. На 30-й минуте хозяева отправили мяч в сетку ворот красноярцев. Да, гол не вытекал из игры. Нелогичный был, со стандарта пропустили. Мы имели несколько хороших моментов забить. Не забили, в итоге получили. Так в футболе бывает, не забиваешь ты, забивают тебе. Впрочем, красноярцы все-таки смогли, что называется, додавить своего соперника. И уже за пару минут до перерыва сравняли счет 1-1. Пацанов опять же обвинять ни в чем не хочу дали. Были моменты, первый тайм такой невзрачный произошел. Ну, поговорили, посидели, во втором тайме поинтереснее игра смотрелась. Всем было интересно посмотреть. Но интересный второй тайм забитых мячей команда не принес. Давили, во втором тайме были моменты. Что противный момент был, ну, не повезло, не забили. Ничейный результат сделал команда соседями по турнирной таблице. Алтай сейчас на седьмом месте с активом в два очка. А вот у Енисея уже 4 балла. И они на шестой строчке. Следующий матч в Барнаульце проведут в Томске 26 июня. Артем Тарасов, Сергей Балуев. Новости. И на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Я желаю вам хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok